Время его правления Время его правления Лучшего занятия для генсеков Свободное время было не найти Я считаю лучшим отдыхом для себя Побыть в лесу или на реке Пострелять Это доставляет мне и удовольствие И служит хорошим отдыхом На этом снимке Брежнев под Киевом на природе После охоты произносит тост В еде был непривередливым На стол подавали как деликатесы, так и обычное сало Знаете как, на шпике Такое сало Его в костре обжигают И потом на черный хлеб Вкусно, я пробовал, особенно с горилкой Я никогда не видел его выпивший Никогда Личный фотограф видел такого Брежнева Которого советские граждане не знали Вот генсек купается в бассейне А мог прямо во время переговоров Дать прикурить собеседнику И сам потягивал сигареты Но когда начали одолевать болезни Решил бросать Ему даже специальный портсигар с замком подарили Который открывался один раз в час Я сократил свое курение до 17 сигарет в день В то время как до этого сувенира Я выкурил 30, а может быть даже 35 сигарет Над таким стилем общения Советские номенклатуры посмеивались и подшучивали Но так искренне Брежнев целовался не только с мужчинами Женщины были от него без ума И он отвечал им взаимностью Один из партийных наработников рассказывал Что только избрали его первым сестарем Брежневым И на секретаре отец сказал он друг Ну вы мне работенку подобрали К девкам некогда сбегать Они такого конечно никогда не слышали До него были какие там девки Кто не мог, остальные не хотели При этом он был семейным человеком Любил жену Викторию Петровну Вот семейное фото, они празднуют золотую свадьбу Несмотря на внешне флегматичный вид О нем вполне можно сказать Какой же русский не любит быстрой езды Охранники за генсеком не поспевали На охоту где-то 150 километров примерно Сам садился туда-обратно, сам гонял Сам водил машину А дороги перекрывали? В первые годы вот начинающие где-то не перекрывали В общем потоке ездили У Брежнева был Линкольн, Мерседес и любимый Роллс-Ройс За 18 лет правления в гараже скопился целый автопарк А в самой стране накопилось недовольствие к власти И после смерти Леонида Ильича Этот период назовут застоем А его чудачество запомнят надолго И я понимаю там, что уже принято решение Я во всяком случае записал тут где-то Вениамин Трубачев, Олег Неведомский Подробности, Российское бюро телеканала Интер